здравствуйте друзья на ваших экранах представляйтесь гость нашей студии здравствуйте привет всем меня зовут александр можно просто саша у нас саша александр живет сознавайтесь где живет ну нас она сейчас на данный момент я живу во франции вообще как бы сам я из украины откуда с города харьков понимаю бывали хорошо значит лет вам сколько мне уже 26 лет вы давно вы себя так как тоже таким серьезным взрослым считаете таким ну не могу сказать прям что вообще сейчас вот так себя серьезно чувствую но ощущаю уже что приближается скоро такой возраст когда уже нужно будет здесь по серьезному уже браться невеста есть на данный момент нет то есть это же вопрос надо решать во франции как-то в девчонке то это одна из самых кстати больших проблем с харьковскими сравнивать так я шел к чему говорю что вот после украины особенно после харькова кстати как-то вообще так сказать сука не смотрится франция хорошо теперь такой вопрос да я ребятам не сказал что мы вот это видео снимаем как бы в рамках вот нашего плейлиста разговор с блогерами потому что у нас тут блогер они просто так саша и линия которую он ну и по жизни он так и живет но и вот и в блогу него наверное об этом да это путешествие по разным странам причем не путешествие путешествия так что вот он там ира и работает и есть как программа там сейчас скажет пару слов да 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 я могу рассказать давайте конечно это же самое интересное ну самое самое интересное бы я все-таки хотел бы немного задеть немного такую предысторию что собственно блогингом я начал заниматься отчасти кстати от большой части благодаря вам потому что было время когда я работал в эти компании и я наткнулся на ваш канал и там начал заниматься продвижением в интернете маркетингом онлайн и наткнулся на ваш канал я помню и тогда вот у меня вот возникла такая идея то есть тем тем то что мне работа нравится но той работой которой я занимался могу заниматься только за деньги да но никакой особой страсти там скажем я не пытал и всегда хотел вот найти чего-то такое вот в чем бы я был чтобы я мог делать вообще то есть несмотря ни на что так сказать и я там смотрел очень часто у вас были видео там такие эзотерического плана можно сказать и с тех пор я за до философского можно даже так сказать и тогда я задался целью найти какое-то дело которое мне нравится потом какой-то момент я просто понял что то что вы делаете это настолько вообще круто это так так ясно вообще для меня стало что мне тоже это хочется делать и это кстати для меня было тоже очень неожиданно то есть блогинг как форма самореализации такой я не знаю как объяснить хотелось захотелось бы выплеснуть да да я я так сказал что в какой-то момент я просто понял что все что я делаю то есть я уже для себя это все сделал и пора уже как-то в наружу наружу набатная функция такая бубу надо знать когда чувство переполнения и так далее то есть и все и на тот момент я уже путешествовал причем путешествовал не просто путешествовал путешествовал по разного рода там программам семинарам и так далее по европе в основном ближние можно я уточню все-таки а как вас привело туда ну вот вот человек живет он же не знает что есть какие-то программы и он не знает как туда попасть вот откуда у простого харьковского хлоптя значит такая можно сказать и испанская грусть это тоже тоже очень интересно потому что я вообще-то не живу харькове не жил в харькове родился я вообще там забыто маленьком городке чугуев город вы знаете да то есть я живу по реке плывет топор с города чугуева это же как же до родина репина вот ну так вот в общем-то и и изучился я в ни в чем не примечательной школе и потом поступил университет город харьков и практически не учился в университете то есть это такая была очень простая такая простая очень жизнь была специальность какая у вас была университета я учился на маркетинг хорошо все-таки каким образом вы занесло в эти программы то есть так получилось что когда-то я помню даже момент когда мои одноклассники с которым я сидел за партами когда-то в школе причем какой-то вообще забытой школе они вдруг как-то так раз начали поднимать трубку отвечать на английском там и либо они я узнавал что один там в канаду поехал 2 австралию там начали путешествовать по программам допустим work and travel то есть но очень много подобных ситуаций было когда я понимал что человек вот такой же как я он ничем не отличается ничем не хуже не лучше вот он как-то туда ездит и в общем то чисто из из чувства конкуренции наверное все таки я просто поехал напомню первую попавшуюся программу я спросил просто у друга куда можно съездить так чтобы легко и быстро и я попал в германию уже будучи на четвертом курсе я попал в германию на international work and это как просто на две недели ты приезжаешь ты волонтер и ты волонтеришь просто с людьми с разных стран то есть там 10 человек и они все с разных стран мира там от востока до запада и после этих двух недель можно сказать что вообще мой мозг вообще полностью перепрошила я вернулся другим человеком после двух недель кроме этого за две недели выучил английский то что может случиться за две недели с человеком что его перепрошил что вот может случиться простая вещь просто представьте что я никогда дальше города харькова своей жизни не уезжал точнее ну харьков может быть киев пару раз в 20 и это было мне уже 22 года и то есть я жил настолько в замкнутом пространстве вообще то есть и тут я вдруг попал вообще в германию я просто помню что знать за две недели я просто ну я можно сказать даже физически трогал предметы потому что я не мог понять как это может быть так все совершенно то есть вот после этого вернуться просто с четкой мыслью что мне нравится вот по крайней мере мне нравятся вот такие вот путешествия и кстати говоря спустя уже месяц я уехал потом на еще одну программу там от европейского союза тренинговые курсы проводятся в европе и эти все программы они спонсируются то есть я за них практически ничего не платил то есть можно сказать грубо говоря влился в эту нишу то есть вам уже не до учебы стало я чувствую это пятый курс я я поступил на пятый курс но я был на контракте я не учился вообще то есть я даже на пары не ходил я работал ну вы сами понимаете в нашей стране это возможно в общем то и закончат этот курс таким образом хорошо то есть давайте мы немножко вернемся вот к вашей набатные функции к блогингу вы как бы больше рассказываете о том как попасть какие есть программы как на них попасть или вы больше о впечатлениях которые вас переполняют или может быть и то и другое вот в чем в чем ваш набат вот вы какой сигнал подаете но идея моего блога она была очень как как вы сами понимаете очень было спонтанная просто уволился с работы купил себе камеру причем так на наобум купил камеру приехал сюда во францию в сентябре 2014 года и просто просто начал снимать если для поначалу все подряд то есть от того как я ехал там сюда как я приехал и так далее потом я просто я вас хорошо понимаю когда хочется все да 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 вот тут в общем то и потом потихоньку наверное вы тоже меня помните потихоньку у вас слаживается структура как что должно быть как как что разбить и в итоге основной функцией моего блога сегодня является просто показать во первых что такое мой проект на котором сейчас нахожусь проект на котором я нахожусь вообще отдельная история но вообще как бы его показывал сам процесс и рассказываю людям конкретно то есть конкретно как поехать на этот проект как его найти и что для этого нужно вот и все но и в дальнейшем естественно в планах показывать не только я сейчас начал с одного проекта но у меня будет передвижение и понятно что буду освещать остальные проекты ну что же это здорово я только знаете что пытаюсь для себя понять вот может быть вы мне надо прояснить и не то чтобы это обязательно но все-таки как-то хочется видеть линию то есть вы жили там не знаю работали да уже на пятом курсе вы работали чем-то занимались потом может быть поняли что это не совсем то чем хочется там еще что-то поехали путешествовать у вас взрыв мозга там эти и я я очень хорошо понимаю господи как как я как я хорошо вас понимаю значит и и ну дальше что но все-таки какая-то должна быть ну как-то процесс должен по что-то перерасти или застабилизировать на чем-то или что-то все-таки 26 лет одно там 35 другое 45 еще что-то там 58 59 все-таки как-то хочется видеть какую-то линию не обязательно там по шажочкам расписать но вот вы можете сказать я еду там из лос-анджелеса в нью-йорк пойти или в нашем случае еду из парижа там допустим в антверпен но но вы можете тут свернуть там свернуть тут пообедать или там за ночевать но во всяком случае мы знаем откуда он едет и куда вот вы куда нити из парижа но я отлично кстати понимаю ваш вопрос и нужно понимать что очень все быстро так развивается конечно конечно когда когда-то после университета вот точно таким же вопросом и себе задавался вот куда что то есть его так стоишь перед тобой 360 градусов выбора и ты не знаешь куда податься причем в чем отличие кстати вот со мной то есть у меня всегда очень много возможностей куда пойти мне сложно выбирать то есть есть люди которые наоборот возможности не видят там и так далее и в данном случае так много людей которые говорят некуда пойти как люди где вы пойти а вот люди тут их не видно у меня вот всегда вот так вот и в данном случае ну связи уже даже с тем что я работал на хорошей работе из нее уволился и поехал волонтерить то есть я сейчас простой волонтер во франции ну понятно что мне там программу мне там даже за это деньги платят у меня там все это оплачено и так далее но тем не менее я отлично понимаю что эта линия она должна как-то свернуть в какой-то более-менее профессиональную сферу и дело даже просто в том что честно вам признаться я не знаю что меня ждет впереди но у меня есть очень хорошее ощущение что все будет окей если когда-то я не доверял этому ощущению вообще то есть не доверял и паниковал то сегодня я очень спокоен и я знаю что что-то нарисуется мне главное знать свой маленький следующий шажок вот что будет в конце то есть это вы выглядите так чисто внешне вот первое это пах я вас вижу мы первый раз другу увидим если кто-то не знает вообще мы так вот только списались там что на встрече договорились значит вы чисто внешне не выглядите как человек с украины у вас такой вполне европейский вид вы это это как бы функция вашего сознания то есть вы себя видите где-то вот в тех местах или между так сказать таким мостом между тем и этим или или вы себя видите где-то там вот в новый такой движущийся в европу украине как вот все это но во-первых вы не первый кто мне говорит что я не похож там на украину во первых я наполовину белорус то есть у меня мама белорусская папа украины это не меняет сильно меня французы всегда думают что я француз в германии меня называют немцем в англии тоже то есть поезжайте в израиль вам такое скажет кстати говоря в израиль я вот думаю поехать на виза туда не нужно так вот по поводу того что дальше то есть в плане стран я себя все-таки вижу причастным к нашей культуре скорее всего как вы сказали мостом потому что находясь скажем в украине да я чувствую что мне общество которое там есть мне его мало то есть понимаешь это может а покажется очень слишком я себя превозношу но просто ментально и немножко его перерос ну да то есть вы попали в другую среду я думаю что вы не общество в целом переросли но вот ту среду конкретную в которой вы находились и ну лучше же хорошо я думаю что чем больше там у тебя всякого собирается значит тем тем больше потом есть что вместе сложить и что-то из этого сформировать вы сказали что за две недели в германии вы подхватили английский да да теперь значит вот вы за полтора года франции больше полтора лет вы подхватили французский очень интересный вопрос потому что именно за 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 девять месяцев проживания во франции я не подхватил французский а мягкую а девять хорошо да девять месяцев дело просто в том что когда я приехал когда-то в германию я ну просто банально скажем соврал что я знаю английский так я попал на программу что без английского на программу попасть было сложно и когда я приехал то есть первый день я услышал немецкий корейский английский французский итальянский турецкий все это в один день и никто не знал русского языка ни украинского не русского и подсознание вы видела как-то так вывернулась наизнанку короче что я за две недели подхватил весь английский базовый и все и потом на протяжении там нескольких лет я путешествовал ну так частично местами немножко совершился английский но как это не шутка вообще когда не звучит так смешно но свой крутой английский я приобрел во франции то есть во франции очень плохо знают английский но среда в которой я здесь нахожусь это волонтеры которые все говорят прекрасно на английском то есть я знаете будучи примерно в вашем возрасте на пару лет постарше я оказался на интенсивном курсе французского я работал в этой организации просто меня попросили посидеть в группе и технические вопросы там решать там много оборудования всякого и я вот так месяц значит занималась по полдня после чего я как-то так на слух понимал это что такой разговорный был но нас не учили читать и когда их первый раз увидел какой-то текст написанный я читал ушами и вот так как бы это могло звучать и вот когда первый раз увидел написанное киски сяки са у меня был взрыв мозга то есть ничего не сказать и чтобы пол строчки понимаешь это я вас понимаю а я до этого немецкий учил и немецкий он такой же прямолинейный практически как русский но может быть там немножко там чину чуть-чуть там но чуть-чуть непрямолинейности такой нерубленного там вот и боже это же надо так вот усложнить то все на свете после этого английский казался вы знаете как бы здесь во франции даже ходит такая это реальная существующая ситуация уже на протяжении 10 лет у них законопроектом партия двигает чтобы сократить написание слов потому что у них есть такие буквы которые не то что не произносятся они просто уже просто не нужны потому что время того требует менять французы они очень консервативные и никто не меняет и так далее бюджет теряет в год один миллиард евро потому что вся документация пишется классическими французскими словами там даже если возьмете там книжку на английском эту же книжку на французском она в полтора раза толще был то есть потому что английский самый лаконичный язык например среднее слово английского языка это пять значков среднее слово русского 7 а французский я даже не знаю честно как-то у меня нет таких лаконичнее всего знаете какой какой иврит там гласные же не пишутся да вот поэтому но дальше писать сколько вариантов прочесть ну да вот это сколько сколько надо ресурс философски подходить приходит кстати выкинуть из русского все гласные там иногда может быть может даже не было неплохо я вам скажу и так наш язык вот скажем русский язык в европе воспринимается как что-то такое очень там где нет вообще глаз все вот считают что так очень все когда копируют меня они копируют примерно 3 3 3 3 3 вот так вот значит скажу в америке нас частенько по разговору воспринимают как людей из франции а ведь вы из франции через раз через раз когда они слышат а не из франции и для и как-то вот для них это звучит похоже я не знаю почему смысле на русском когда вы говорите когда мы говорим на русском дата 1 просто море книги из франции если которые более такие опытные они это русские а так эти санции не говорят из германии не говорят из там я не знаю больше нет интересно интересно не подумал вот просто и так из жизни хорошо давайте мы может быть все мы не мы не сформулировали путь вы сказали что путь у нас как бы не понятно куда но понятно что он хороший добрый там где-то сейчас что-то произойти да но есть такое ощущение но в принципе как бы меня есть планах посетите обязательно канаду америка и у меня есть я даже можно сказать большие планы на азию в азии есть просто там неплохие очень предложения по стажировкам например где хорошо например очень вообще то есть если у так задаться цели то завтра или послезавтра можно уже уехать в китай то есть английским если ты английский если у тебя английский если ты белый человек все это важно да это важно то есть ты ты белый все ты ты мог то есть китаец который не говорит уже может быть по-китайски и живет в соединенных штатах то этому китайцу в китае как бы не так хорошо как допустим вот вам но нет однозначно однозначно хорошо хорошо лишь как интересно ладно а кроме китая куда можно у меня мечта еще япония хорошо китай вам не страшно вот с точки зрения экологии с точки зрения санитарии я даже не знаю но вот как то так нет опасений михаил вы знаете я вот вчера вернулся одну неделю я путешествовал автостопом практически без денег по европе 5 или 4 5 5 стран но это реально останавливаются извиняюсь останавливаются причем останавливаются мы не стопили машину больше чем час причем час мы стопили в городе на трассе мы не стопили больше чем 20 минут то есть вас несколько там было два человека ездили два парня причем а по несмотря на разрушение все стереотипов на то что там два мальчика то есть рабочий момент хорошо и чего и это я к тому что ну я не знаю кто много раз вы заставлялся можно сказать выходить из зоны комфорта и после этого но у меня мне даже почему-то мысли не так того что там мне будет там кота климат или что-то там спать будет где-то неудобно может быть единственное что я задумываюсь насчет индии и африки вот здесь я может быть задумано можно здорово залететь задам можно реально страшно там инфекции серьезного про африку не знаю но вот из индии нас тут много народу из и мы с ними там когда беседуем и с теми кто по работе в индии есть у нас есть много аутсорсинга туда и ребята когда которые в индии есть тут мы наслушались истории много на счет ну да я тоже на случай а вот вас не спрашивают там чуть про украину возникать какие-то вопросы в связи с событиями последнего года чем такой вот есть есть интерес какой-то ли пофигизм полный смысле в европе да ну чтобы вы понимали как бы наверное каждый второй когда ты говоришь тут из украины то есть он сразу начинает тебе интересоваться что реально происходит то есть новую если там скажем где-нибудь на наших постсоветских странах там практически никто не подвергает критики то что говорится по телевизору то есть здесь все наоборот то есть они наоборот скажи мне правду только не то что по телевизору понятно понятно теперь такой вопрос есть ощущение вот какой-то европеизации украины то есть но за последний год там допустим может быть это может быть даже на ментальном уровне но просто я вот отсюда смотрю и я у меня такое ощущение что кардинально изменилось отношения в европе если раньше это было что-то такое какое-то несущественное неинтересно и иной всех нафиг то сейчас как бы отношение такое типа ну деваться некуда придется тащить вот это это как-то так вот корреспондируется с чем-то или как вы знаете вот общаясь с людьми и вообще как бы все что касается молодежи то есть тут никто вообще не интересуется вообще всеми этими политиками так далее то есть это никому не нужно люди уже постарше скажем там за 40 там но они под по-прежнему очень под под влиянием газеты телевизора и там понятно ну наверно я таких людей встречаю очень люди в основном очень открытые и они там вообще удивляются очень многие из них вообще думают что украина уже давно в евросоюзе то есть многие из них не знают что там мне нужна виза что поехать в европу то есть степень осведомленности здесь людей вообще по поводу того что там они знают что и страна украина что какие-то проблемы входит ли она в европейский союз там какие у нее отношения то есть об этом то особо слушайте франция напоминает мне америку вот по вашим рассказам то есть так вот народ интересуется сейлом в ближайшем магазине а как бы уже в другом городе сейл уже не интересен как бы вот возможно я таких людей встречаю но по моим наблюдениям то есть да это люди которые следят то что происходит в мире они действительно там смотрят телевизор то есть они влияют на них это влияет все но то что там они как-то вот прямо так переживают за что-то то есть это не совсем этого нет потому что они вообще зациклены на своей стране очень сильно то есть а вот например как сказать вот это отсутствие границ движение людей туда-сюда по все стороны вот я в италии был например мне там жаловались на то что из румынии цыгане когда румыния вошла в евросоюз вот вдруг рванули цыгане преступность резко поднялась и там бог знает что и там в общем такое ну вот я такие там всякие истории они чувствуют они они часть чего-то больше вот европы или они все равно вот у себя там вот смотрите по поводу открытых границ то есть вообще я считаю что это самое вообще что ни на есть вообще крутая вообще идея открытие границы между странами причем это насколько для меня лично как человека с постсоветского пространства это настолько невероятно когда я перри пересекая границу франции испании франции италии франции бельгии там я не знаю франции люксембурга и я даже не знаю где находится граница граница это просто значок такой маленький там просто написано название страны населенный пункт название населенных пунктов на другом языке да то есть для меня это настолько что-то такое невероятное и причем чем мне еще нравится эта идея тем что это действительно так европа наша очень маленькая компактная и ты с одной стороны в другую и это нереально большая разница уже между людьми культурная там нереально много особенностей и это то что меня вообще невероятно очень сильно вдохновляет в европе то есть вообще ментально очень мощная идея то есть она очень продвинутая но есть такие страны действительно там которые вошли в евросоюзки по румынии как вы сказали да то есть поймайте эти люди ну вы наверное меня поймете они ментально еще просто не готовы к такой идее и эти люди они при все что они делают они как бы приезжают понятное дело на лучшее место и очень часто я наблюдаю кстати говоря и за русскоязычным населением они они не хотят внедряться в эту культуру они по-прежнему общаются среди своих они по-прежнему то есть ну я там встречаю вообще но очень много невероятных вещей там человек там допустим вот я на той неделе встреча к 25 лет он живет в германии но мышление и вообще все его мысли и слова они ничем вообще не отличаются от того если вы поедете в россию но подождите ну так зависит от того в каком возрасте он приехал если это был сформировавшийся человек так чего отнимать ему там с максимум 30 лет он 25 лет в пять лет приехал я думаю он должен был бы быть просто уже немцем он должен был вообще по русски не говорит нет к сожалению или к счастью я не могу это оценивать но комьюнити да она очень очень сплоченная и то что я наблюдаю в европе то есть мне это тоже как бы я не могу оценивать хорошо это или плохо потому что когда я нахожусь во франции когда я приезжаю в город я не вижу французов я вижу только мусульман с марокко там и так далее то есть мне с одной стороны за францию обидно да с другой стороны я понимаю насколько нужно обладать терпимостью вообще толерантностью и так далее того подобное чтобы иметь вот этих людей своей стране кроме то признавать их как французов давать им льготы и так далее то есть очень такой вопрос я вам задам вы так как бы затронули вот эту толерантность но может быть то что люди своих комьюнити с вот и как бы за пределы не выходят и так далее может быть это в значительной степени сопряжено с тем и об этом много говорят разные люди что они не принимают как равных себе то есть они могут тебе дать пособие пожалуйста но они скажем на работу на ту на которую там берут французы ты не устроишься на допустим я вам расскажу пример во франции там был русский парень экскурсовод в париже и он родился во франции он тамошний значит и он говорит вот там какие-то замки есть вот поехали завтра так такой это замок я говорю мы устали могут и не понимаешь горит он это это такие замки их показать может только экскурсовод у которой специальная лицензия и чтобы получить эту лицензию нужно быть родившимся во франции гражданином если ты я бы подожди говорю а если человек во вьетнаме родился приехал и гражданство получил он не может этот лазер получить нет надо родиться во франции этого боже меня как током пробило мне противно стало уже в америке да ты что это это такая дискриминация чудовищно и известно что допустим те же арабы после окончания французских университетов граждане франции в середине гораздо больше безработицы чем например среди французской молодежи которая заканчивает университет это тоже известные факты то есть может быть в известном смысле заталкивают в эту комьюнити не дают оттуда вылезти ну смотрите как бы с одной стороны я с вами соглашусь но с другой стороны скажем америку и францию вы знаете это если возьмете 2 противоположности франция самая вообще консервативная страна в европе которую я вообще видел то есть эта страна которая действительно отличается от всех других стран стран страна которая очень не себя действительно ценят и любит то есть и находясь во франции я скажем частично понимаю почему потому что то даже просто какая это страна и что что у нее есть, это действительно невероятно красиво. Но с другой стороны, как бы вам объяснить, то есть я вообще приверженец той теории, я для себя ее в жизни подтверждаю, что если вы талантливый, если у вас есть рвение, то вам нет преград ни в одной стране. Хотя, конечно, вам будет, возможно, сложнее, чем французу. И я действительно могу подтвердить факт того, что есть определенные сферы жизни, где французу легче, чем иммигранту. Но, опять-таки, это Франция, и это очень такое утрированное здесь. Здесь все очень утрировано. То есть они действительно... То есть я думаю, что где-нибудь в Испании уже не важно. Там в Италии тоже не важно и так далее. Я с профессором из Англии разговаривал, из наших, москвичей. И он говорит, что параллельные цивилизации. Вот там город, одни пакистанцы живут, там еще что-то. Он пытался в университете, где он? Он в хорошем университете преподает, он пытался задружиться с местными профессорами. Они не понимают даже, что он от них хочет. Они говорят, а есть же русские, почему ты с ними не хочешь дружить? То есть тоже присутствует. И в Германии присутствует. То есть... Однозначно, однозначно. Ну, хорошо. Значит, Саш, давайте вот что сделаем. Я надеюсь, что те ребята, которые заинтересовались, а мы как бы попытались заинтересовать, значит, они пойдут посмотрят ваш блог. Единственное, что вы под нашим видео уже там отписывайтесь, чтобы... Да, естественно. Как бы было такое живое участие, вы мне сбросьте в скайпе ваш этот самый ссылку дайте на канал, чтобы я там не... То есть я могу так найти, но чтобы мне проще было вставить. Я кем-то. И я ребятам хочу сказать, что вот я тут сижу, у меня половина третьего дня, а у Саши сейчас пол первого ночи, да? Да, да, да. Вот, так что давайте тогда попрощаемся с народом и пожелаем им всем успеха. И в первую очередь вам тоже, поскольку вы как бы наш гость сегодня. И я надеюсь, что у вас появится много, как сказать, ну, поклонников, так скажем, подписчиков. И, может быть, последнее. Вот ребята, которые у вас сейчас подписаны, которые, может быть, пишут что-то, да, вопросы задают. Что в основном их интересует? Они спрашивают, как попасть на программу или больше спрашивают про Францию или что они спрашивают? Ну, все вопросы касаемые, как уехать. То есть, вообще, в последнее время иммиграционная тема, она настолько популярна, что просто у меня ВКонтакте, то есть, я не могу отвечать людям, там, люди ждут, я отвечаю там, там, в течение недели. Потому что просто физически не успеваю. То есть, частично даже я делаю видео, потому что я не могу отвечать на вопросы каждому. Так и надо, конечно, чего же, это невозможно, вопросы там, 90% вопросов об одном и том же, на самом деле. То есть, можно сделать видео и рассказать. Ну, что же, давайте мы тогда так, у нас такая манера, мы так рукой, значит, машем и всем говорим счастливо, ребята. Спасибо вам, спасибо каналу, всем счастливо и всем пока.